С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 31 мая. Всемирный день отказа от курения или день без табака. Всемирная организация здравоохранения, хорошо известная нам ВОЗ, в 1988 году решила объявить этот день всемирным днем без табака и поставила перед мировым сообществом главную задачу, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Что-то, конечно, получается. Я, например, курить бросил. Но не уверен, что удастся решить эту проблему в этом веке. Хотя, кто знает. 31 мая отмечается день российской адвокатуры. Неофициальный профессиональный праздник работников адвокатуры. Люди, которые сумели когда-то сделать выбор из двух главных судебных профессий. Прокурор или все-таки адвокат? День блондинок отмечается 31 мая. Согласно официальной версии, инициаторами праздника выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных. И они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии блондинка в законе, которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах. Ну а брюнетки решили хвалить себя на три дня раньше, 28 мая. У родившихся в этот день. 31 мая 1557 год. В Москве появляется на свет Федор Иоаннович, последний русский царь из династии Рюрикович. Третий сын Ивана Грозного и его первой жены Анастасии Романовны Захарьиной Юрьевой. Федор был полной противоположностью отцу, по натуре не злоблив, постоянно улыбался и был фанатически набожен. Одни современники считали его слабоумным, другие просто глупым. В 1584 году после смерти Грозного Федор унаследовал престол. К управлению страной новый царь был совершенно не способен, по мнению многих историков, и государеву ношу якобы и решил завалить на себя Борис Годунов, брат царской супруги Ирины. 1930 год. В этом году появляется на свет выдающийся американский актер и режиссер Клинт Иствуд. Непрощенный, мосты округа Мэдисон, идеальный мир. Фильмы, поставленные Иствудом, можно перечислять долго. Еще длиннее будет список сыгранных им ролей. В 1933 году в городе Пермь рождается заслуженный артист России Георгий Бурков. Запомнился он зрителям по многим фильмам, лишь некоторые. Зигзаг удачи, печки-лавочки, калина красная, ирония судьбы. У актера практически не было главных ролей. Ну, может быть, в финале. А так, старостепенные, но тем не менее яркие и самобытные персонажи. Они навсегда запомнились и полюбились республики. А коронные реплики «Я никогда не пьянею» или «Я за машину родину продал». Давно живут эти фразы своей отдельной жизнью. В 1955 году в этот день появился на свет музыкант Владимир Кузьмин. Самостоятельно освоив гитару, он, еще учась в шестом классе, решил организовать первую группу. А два года спустя на школьных вечерах уже вовсю исполнял «Битлз» и «Роллинг Стоунс». Выпустил более 20 альбомов, написал более 200 песен, многие из которых были им исполнены вместе с музыкантами группы «Динамик». Сегодня день рождения Наташи «Порывай». Она появилась на свет в 1973 году. Когда девочка повзрослела и стала петь, миру явилась певица Наташа Королева. События дня. 1859 год. Начинают отчет времени главные часы Лондона и Англии «Биг Бен», сконструированные Эдмундом Беккетом. Строго говоря, «Биг Бен» – это не часы на здании английского парламента Вестминстера и не башня, а один из пяти колоколов так называемой большой часовой башни весом в 13 тонн. Существует две версии происхождения названия «Биг Бен». Это либо имя председателя парламентской комиссии Бенджамена Холла, который в то время управлял строительством, либо имя знаменитого боксера Бенджамена Каунта. Бой «Биг Бена» считается символом Великобритании. Его можно услышать как сигнал точного времени в радиосети. В 1864 году в Петербурге на Мытнинской площади совершен обряд гражданской казни Николая Чернышевского. За написание резкой прокламации по случаю освобождения крестьян его осудили к 7 годам каторжных работ и вечному поселению в Сибирь. Над головой Чернышевского сломали шпагу и на следующий день он был отправлен в Сибирь. В 1883 получает разрешение на жительство в Астрахани, а потом возвращается в родной Саратов. 1868 год. В окрестностях Парижа в парке Сен-Клод проходит первая велогонка. Длина трассы 1200 метров. Победителем становится англичанин Джеймс Мур. А уже через год пройдет первая гонка между городами Руан и Париж. Ее протяженность 133,5 километра, в которой победит все тот же Мур. Спортивный велосипед тогда весил 73 килограмма. 1879 год. В Берлине открывается первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом. Небольшой электродвигатель мощностью в три лошадиной силы позволяет провести по специально проложенному полукилометровому пути до 30 пассажиров. Скорость 6,5 километров в час. Электричество подавалось по третьему дополнительному рельсу. В 1979 достигла Северного полюса первая в истории лыжная экспедиция. Ее организатор – газета «Комсомольская правда». Руководитель экспедиции – математик Дмитрий Шпаро. Семеро полярников стартуют 16 марта 1979 с острова Генриетты и за 77 суток преодолевают расстояние в полторы тысячи километров. Достижение Шпаро занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а советское правительство наградило руководителя экспедиции орденом Ленина. 2003 год. Франция закрывает одну из самых ярких страниц своих технических достижений 20 века. Париж провожает «Конкорд», который совершает последний полет. Данная модель больше летать не будет. В этом же году в Малайзии 31 мая поставлен рекорд танца на гвоздях. 25-летняя исполнительница традиционных индийских танцев в течение 30 минут танцует на покрытии из 10 тысяч острых гвоздей. В результате она лишь слегка поранила ступни. Для того, чтобы легко и непринужденно танцевать на гвоздях, девушка последний месяц по 4 часа каждый день ходила по раскаленному песку и била ступни палкой. И последнее. В 1804 году, в такой же день, император Александр I издает указ об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве. Первая команда сформирована из отставных солдат к фронтовой службе непригодных. Пожарные части размещались в специальных съезжих дворах, где стояли пожарные обвозы, запряженные лошадьми, и хранился инвентарь. На зданиях пожарных частей строили каланчи, с которых велось круглосуточное наблюдение. В случае замеченных пожаров часовые давали сигнал колоколом, вывешивали флаг, шар или фонарь. На готовность обоза к выезду отводилось всего две с половиной минуты. Первый автомобиль на вооружении московских пожарных появился лишь в 1908 году. Все было так давно. А мы ведь до сих пор с вами не выучили, что пожарник это тот, кто погорел на пожаре, а спаситель пожарный. С вами был Николай Пимненко в проекте Дата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова